Всем привет! Мы продолжаем с вами вязать нашу белую юбку. Это вторая часть. И в этой части мы с вами закончим вязать наш мотив. Надо нам заканчивать так, чтобы у нас крючок находился в середине цепочки воздушных петель. А именно 2 воздушные петли и столбик с одним накидом. Вот что должно получиться. Сейчас я еще раз покажу помедленнее. Делаем 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. И в ближайший уголок мы вяжем столбик с накидом. Таким образом у нас крючок получается в середине цепочки из воздушных петель. Далее делаем 5 воздушных петель и сейчас внимательно соединяем с первым уголком. 5 воздушных петелек соединяем под цепочкой. 5 воздушных петель сразу соединяем под цепочкой. Уголок мы пропускаем. 5 воздушных петель снова соединяем с первым уголком. В этом ряду второй уголок мы вообще трогать не будем. Только соединяем с первым уголком. 5 воздушных петель соединяем под цепочкой. Далее 5 воздушных петель соединяем под цепочкой. И так мы делаем 2 раза. То есть первый лепесток и второй так вяжем. Третий лепесток мы делаем так. 5 воздушных петель и соединяем сразу под цепочкой, не под первым уголком, а сразу под цепочкой. 5 воздушных петель и соединяем под следующей цепочкой. Далее у нас опять чередование. Мы 5 воздушных петель соединяем с первым уголком. 5 петель соединяем под цепочкой. 5 воздушных петель соединяем под следующей цепочкой. 5 петель соединяем с первым уголком. То есть у нас чередование. 2 лепестка мы соединяем с первым уголком в начале и 1 лепесток мы соединяем сразу с цепочки. Снова 2 лепестка мы соединяем с первым уголком. Вот сейчас я второй лепесток доделала. И 1 лепесток мы соединяем вот как сейчас, просто сразу под цепочкой. 5 воздушных петель и соединяем под цепочкой. Вот так вот должно получиться. Тут главное не ошибиться, это очень важно. Итак, первый и второй с первым уголком. Третий под цепочкой. Четвертый и пятый с первым уголком. Далее под цепочкой. 2 с первым уголком под цепочкой. С первым уголком под цепочкой. И такой ряд у нас должен получиться. Я думаю, вы справитесь. Начинаем вязать новый ряд. Вяжем также его с середины цепочки из воздушных петель. Это 2 воздушные петли и столбик с 1 накидом. И следующий ряды будут очень простые. Это просто цепочки из 5 воздушных петелек, которые мы соединяем под цепочками. 5 воздушных петель соединяем, 5 воздушных петель соединяем, 5 воздушных петелек соединяем. вот такой вот ряд он достаточно простой и тут уже мы никак не ошибемся самое главное не ошибиться в предыдущем ряду потому что любая ошибка может сказаться в последнем ряду когда мы закончим давайте этот ряд довяжем до конца и приступим к следующему а он точно такой же начинаем мы середины цепочки из воздушных петелек делаем 5 воздушных петелек и соединяем под цепочкой в этом ряду нет ничего сложного мы просто вяжем 5 воздушных петелек и соединяем вяжем точно так же как мы делали в предыдущем ряду 5 воздушных петелек соединяем 5 воздушных петелек соединяем Ну и закончить ряд нужно так снова, чтобы у нас крючок находился в середине цепочки из воздушных петель. А сейчас мы будем вязать наш заключительный ряд. В этом ряду вот таких вот элементов, посмотрите, столбик с накидом и в вершине его находится пико. Между столбиками у нас по одной воздушной петли и по 3 воздушные петли, которые мы будем соединять столбиками без накида. Всего таких элементов у нас должно получиться 16. Тут обязательно надо пересчитывать, особенно если вы вяжете первый мотив, чтобы у вас получилось 16. Это очень важно при дальнейшем вязании. Начинать мы будем с вами со среднего столбика. Будем вязать по кругу и последний столбик, самый первый столбик мы довяжем в конце, чтобы вот эту тлиточку, которая у нас останется при завершении вязания мотива, нам потом было проще спрятать. Итак, начинаем вязать. Делаем 3 воздушные петли подъема. Далее делаем 3 воздушные петли для пико. Заводим крючок в четвертую воздушную петлю от крючка. И вот так протягиваем ниточку полустолбиком. Далее делаем 1 воздушную петлю. Накид. И под этой же цепочкой мы вяжем третий наш столбик с накидом. Первый столбик, как я уже сказала, мы довяжем тогда, когда мы довяжем наш круг. Делаем 3 воздушные петли для пико. 1, 2, 3. И заводим крючок в основание нашего пико. Посмотрите. Захватывая 2 новых ниточки. Видите? На крючке еще должны быть 2 ниточки. Потом уже протягиваем 3 воздушные петли и соединяем под цепочкой. 3 воздушные петли и вяжем новый наш элемент. Первый столбик с накидом. 3 воздушные петли. Снова пико делаем. Заводим крючок в основание. Вот так видно. И протягиваем ниточку. Делаем одну воздушную петлю. И тут же вяжем еще раз. Столбик с накидом и пико. 1, 2, 3 воздушные петли. Заводим крючок в основание пико. Воздушная петля. И вяжем третий столбик с накидом пико. И продолжаем вязать. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И соединяем под цепочкой. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжем новый элемент. Столбик с накидом. 3 воздушные петли, которые мы соединяем в пико. 1 воздушная петля. 1 воздушная петля. Снова столбик с накидом пико. 1 воздушная петля. столбик с накидом пик и 3 воздушные петли 1 2 3 которые мы соединяем под следующей цепочкой из воздушных петель вот что должно получиться вот такой ряд его нужно довязать до конца а сейчас я вам покажу как соединять два мотива между собой если вы вяжете первый мотив, то довяжите его просто до конца а когда мы вяжем второй мотив, мы будем в процессе его соединять соединяем мы в двух элементах вот у нас два элемента и мы соединяем в средних пико здесь пико по серединке и в этом месте только в двух местах соединяем в тех пико, которые по серединке и сейчас я покажу как же нам соединять для начала нам нужно начать вязать новый элемент продолжаем вязать сделаю 3 воздушные петли и начинаю вязать сначала вяжем первый столбик с накидом и первое пико оно у нас не задействовано, свободное далее 1 воздушная петля второй столбик с накидом и следующее пико у нас уже будет соединяться делаем одну воздушную петельку теперь берем мотив и оба мотива изнаночной стороной прикладываем друг к другу находим среднее пико у готового мотива заводим туда крючок захватываем ниточку и провязываем столбик без накида далее вяжем одну воздушную петлю и довязываем наше пико в том мотиве, который мы сейчас вяжем вот одна воздушная петля столбик с одним накидом пико и вот у нас элемент наш готов теперь 3 воздушные петли соединяем под цепочкой посмотрите мы связали элемент и при этом соединили оба мотива вяжем следующий элемент 3 воздушные петли 1 2 3 вяжем элемент столбик с одним накидом пико первое провязываем пико одна воздушная петля теперь второй столбик с одним накидом 1 воздушная петля снова соединяем прикладываем наши мотивы находим второе посередине вот это пико соединяем делаем 1 воздушную петлю и довязываем наше пико 1 воздушная петля и теперь вяжем 3 столбик с накидом и третий пико далее 3 воздушные петли и соединяем вот и все мы соединили с вами два мотивы между собой в двух листах видите теперь можно нам продолжить наше вязание нам нужно довязать наш ряд 3 воздушные петли довязываем элемент этот 3 столбик у нас с одним накидом в вершинах которых пико и полностью довязываем ряд до конца третий столбик пико 3 воздушные петли и соединяем таким образом мы вяжем всю нашу ленту начиная со второго мотива мы соединяем в последнем ряду мотивы между собой первый мотив мы вяжем полностью а во втором мотиве мы уже начинаем в последнем ряду соединять и вот что должно получиться а сейчас я вам объясню как же нам соединять мотивы наши так чтобы шло расширение в ленте посмотрите вот когда первый и второй мотив мы соединяем тут ничего сложного нету а дальше мы берем вот этот элемент посмотрите верхний отсчитываем 7 и вот в этот седьмой элемент мы должны присоединить седьмой и восьмой вот в этих местах мы должны присоединить другой мотив то же самое с другой стороны седьмой и восьмой мы отсчитываем от верхнего присоединенного элемента с изнаночной стороны мы прикладываем другой мотив и вот в этих элементах седьмой и восьмой мы и будем соединять вот они два тут два тут таким образом лента у нас будет слегка вот так загибаться и будет происходить естественное расширение в ленте сейчас я подробно покажу это вот моя лента вот моя лента в итоге в моей ленте в верхнем ряду 7 мотивов у вас может также отличаться вот посмотрите 7 7 и 8 видите тут я соблюдаю сверху у меня пустых элементов меньше чем снизу снизу их больше за счет этого у нас идет естественное расширение и сейчас я вам отдельно покажу как же соединять наши мотивы итак посмотрите 1 2 3 4 5 6 7 8 вот у нас седьмой и восьмой наши элементы мы сейчас отмечаем восьмой элемент я его отмечу чтобы потом его не пропустить вот у нас восьмой элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 то же самое делаем с другого конца 1 2 3 4 5 6 7 8 и отмечаем восьмой сейчас я вам покажу как соединять мотивы так чтобы наша лента замкнулась вот мой такой еще неотпаренный мотивчик которым я буду соединять нашу ленту мы берем изнаночной стороной и прикладываем к восьмому напоминаю что мы будем восьмой и седьмой элементы соединять начинаем вязать наш элемент вяжем первый столбик и первое пико воздушная петля второй столбик воздушная петелька теперь прикладываем один мотив ко второму и начиная с восьмого элемента соединяем со средним пико как соединять я вам уже показывала подробно а сейчас я именно показываю как соединять так чтобы лента у нас расширялась итак соединяем начинаем с восьмого так довязываем наш элемент 3 воздушные петли соединяем 3 воздушные петли начинаем вязать следующий элемент и теперь соединяем седьмой уже элемент когда вы соедините все мотивы в ленту и особенно когда вы ее уже замкнете обязательно пересчитайте чтобы у вас вот эти семь и восемь элементов в каждом мотиве совпадали итак сейчас я соединяю с седьмым элементом воздушная петелька и довязываю пико и тот элемент который у меня на недовязаном мотиве так 3 воздушные петли и соединяем вот посмотрите 1 2 3 4 5 6 7 теперь нам нужно продолжить вязать элементы так посмотрите вот наша лента мы сейчас будем ее замыкать вот наш восьмой элемент 1 2 3 4 5 6 7 8 отметила буду восьмой и седьмой соединять но тут я буду начинать соединять с седьмого элемента мне сейчас нужно по кругу провязать несколько элементов 3 воздушные петли я начинаю вязать следующий элемент и так надо провязать несколько элементов так чтобы у нас получился седьмой элемент в котором мы и будем соединять вот до этого седьмого элемента нам нужно довязать наш вот этот вот мотив как все оставшиеся элементы вязать я уж не буду показывать вот до сюда довязываем и посчитать чтобы тот элемент был седьмой посмотрите я довязала проверяем 1 2 3 4 5 6 6 а в седьмом мы будем соединять шесть элементов и седьмым элементом мы будем соединять вяжем первый столбик и первое пико воздушная петля накид второй столбик одна воздушная петелька берем наш мотив вот он прикладываем но как я уже сказала начинаем соединять с седьмого элемента соединяем также со средним пико и довязываем наше пико и элемент в целом тут главное не запутаться но в принципе я думаю если вы когда уже сами вяжете тут ничего сложного нету и поймете почему в одном месте мы начинали соединять с восьмого элемента а когда мы ленту замыкаем почему мы вяжем уже начиная с седьмого элемента потому что мы одним мотивом введя против часовой стрелки соединяем два элемента два мотива сразу первый мотив соединяем и последний и так довязываем 3 воздушные петли соединяем давайте посмотрим что же у нас получилось вот этот мотив он такой еще немножко корявенький я его не отпарила все остальные мотивы я с изнаночной стороны проглаживаю с паром утюгом и посмотрите вот этим мотивом я соединила два мотива первый и последний и вот что у нас должно получиться да остается только снизу нам довязать ряд и наша лента закончена ну на этом все в следующем видео я вам покажу как соединять с верху и снизу наши мотивы небольшими цветочками а пока ваша задача полностью связать обе ленты у юбки верхнюю и нижнюю нижняя лента напоминает больше верхней на 3-4 мотива поэтому не пропустите следующее видео также не забывайте вступать в группы вконтакте в одноклассники ссылки на эти группы я даю ниже под видео оставайтесь на моем канале увидимся с вами в новом видео пока 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 пока